Оле, 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 Россия, террор Оле, 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 Россия, чемпион Оле, 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 Россия, террор Оле-оле-оле, Оле-оле-оле, Украина уберет! Оле-оле-оле, Россия берет! Ах, кого-то мы сегодня потопчем! Ах, потопчем! Ребята, не боись, я здесь, я с вами! Слушайте только мою команду! Я сказал, вперед, значит, вперед! Так играть умеет сильная только наша Украина! Самые ломкие, самые сильные, только бело-красто-синие! Быстроим из молокиты, поменять в желтом плаките! Утром, днем после обеда, где Россия, там победа! Прячет быстро всем упорную, и по наполе наша сборная! Кот закрыт для дураков, ворота, ховчинников! Зададим сейчас вам газу, наколотим до отказу! Чтобы такое сделать смех, нужно газ вам свой иметь! Не понял? А что там непонятно? Свой надо иметь, а не наш воровать! Теперь понятно? Да мне ваш газ по барабану! Я себе покушать и на дровах приготовлю в печке! Ага, и понятное дело, в русской печке! Русской печке вообще быть не может! Потому что и печку, и еду изобрели украинцы! Может вы еще и порох изобрели? О, и порох, и китайцы, и сабжун, и дипрогес, и вареники, и сметану, и борщ, и колбасу, и самогонку! И, как следствие, эту туалетную бумагу! От Карпаты до Норбасса! Будь баллистов классных масса! Ерунда, ваши Карпаты! Круче всех наших, ребята! Лучше, лучше всех, ваши ребята! Смотри, 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 как побежал, а! Ой, 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 добегают, как голые бабы забыли, побежали! Красавцы, красавцы! Что это они, что они делают? Подожди, так, так, бей, 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 на головку, на головку! Бал! Бал! Молодцы! Все неверно Украины, ни слава, ни воля! А я же говорил, забываются в голы, украинские горлы! Молодцы! 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 Подожди, а я не понял, что он сделал? Что? А что, что его рота забил? Ты, верблюдка, снись, ты шой не хватает, спрашивать надо! Да что ты сам, верблюдка? Это же разминка, мать еще не начала. Сука, у меня чуть сердце не остановилось. Адреналин так и будет, как этот, послушай. Ага, ты еще под собой пощупай. Дыроков. Так, все, начали. Россия! Россия! Дай им держаться мозг колям, надоем им посопьям. Сейчас оставим мы хохлов, без очков и без трусов. Ах, красавцы, красавцы. Ах, смотри, 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 как бегает тут красава. Ах, да что бегает, бегает, как голые бабы за милом. Ах, красавцы. Вы сначала играть-то учитесь. У кого? Не у вас, случайно? Конечно, у нас. Вы же родоначальники футбола. Чего? Вы еще и футбол придумали. Конечно. И футбол, и аут, и воротя, и таблицу умножения. И вас, москва, и наш посвидим. Так что запиши туда и рентгенд. Тундра, футбол англичане придумали. Которые? Некоторые. Ой, да англичане только могут, что придумать, так это, это Битлов. И то там половина наших была. Самый умный из Битлов происходит от хохлов. А у вас кто? У нас. Ага. Да у нас. Да у нас один Кобзон чувствует. Или может Кобзон тоже украинец? Ну а кто же он по-вашему? Кобзон от какого слова? Какого? От Кобза. Это старинное национальное музыкальное орудие питок. На Кобзе кто играет кто? По-нашему Кобзар, а по-вашему Кобзон. Ладно, хорошо. А ворун, а Гутин? Ты еще скажи, Валерий Меладзе, Клара Новикова, Наташа Королева. Все с Украины, все. Единственное, правда, кто не с Украины, это Путин. Вот не понимаю, не с Украины, а так в России сумел раскрутиться. Молодец, ну что тут, молодец, молодец. Ну ты нахуй. Видимо, его кто-то с нашей диаспоры поддерживает. Ладно, хорошо. Послушайте, так, пас, пас на выпас, пас на меня, ну кто же так пас на выпас дает? Только я учить вас буду. Да кому там давать? Хорошо, ладно. Вот раз они такие умные, эти артисты ваши, чё же они обратно на Украину не едут, а? Чтоб не оставлять российскую эстраду один на один с Борей Моисеевым. Ты за Борю не волнуйся. Боря русский мужик, он задним умом крепок. И ты не волнуйся, у нас красивых девушек тоже много. Ага, и стоят они все в Москве на Тверской. И почему-то гривны не берут, только доллары. Так это говорит о том, что они не только красивые, но и умные. При чем там ум? А при том, что сам подумают, зачем им в Москве гривни? Ну, ну хорошо, хорошо, давай, ох, мы вас сегодня построим, ох, построим. Да вы сначала все дачи в Подмосковье достроите. Строить он у нас собрался, ну строитель хренов. Ладно, вот скажи мне, вы чего к нам едете? Ответ простой, потому что на Украине нет работы. Вот. Что вот. Что вот. Просто Украина достигла вершины совершенства. В каком смысле? Ну, прямо Украина достигла такого уровня развития, что сегодня у нас делать вообще нечего. Ревета стогнет Днепр широкий, сердитый витер завива, а наша ленька Украина голову багато забива. Москва, звенят колокола, Москва, забьем вам до хрена, Москва. Ну, что ты расквакался, Москва, Москва, Москва. Я после Португалии на вашем месте сидел бы и не квакал. А после Эстонии? Ну, тоже сравнил команду. Так, тихо. Ух, красавец! Возле самой штанги мяч прошел. Ага, в притирку с самолетом. Какой-то ему защитник помешал. Плохому танцору Фаберже мешает. АПЛОДИСМЕНТЫ Которые? Оба. Ага. Всем, как вам пора сдаваться против нас и продержаться. Всем защиту, всем атаку, поцелуйте наших в стенку. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну ладно. Перерыв. Да. Ух, пора разнять онемевшие члены. Да. Пора, пора. Все домашнее, все свое, все украинское. Да, наши сейчас тоже в перерыве сальца с хлебчиком и с лучком навернут. И во втором тайме вам ханак, ленты и полный пендик. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, стеклянной посуде же нельзя. Милиция загребет. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, когда меня все повали, я сказал, что это у меня грыжа. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, ты же, наверное, и не будешь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Стакан есть? Стакан. Русский мужик без стакана? Как бизнес без Либермана. Понял? Ого, а как ты стекло пронес? А я, когда меня ощупывали, сказал, что это протез. По мужской линии. И что, поверили? Ага, он так пощупал, сказал, оставь адресок мастера. Ну, за великий и могучий российский футбол. Извини, я за своих. А, за твоих? Да. Ну, давай, за твоих. Только я тогда стоя и не чокаясь, как на поминках. Потому что все равно, во втором тайме хана и вечная память. Все, для насмотра. Значит так, слышишь? Сейчас делаем волну. В верхней точке выпиваем. Три, четыре. Украина — это сила! Украина — это мощь! Даже Рома Абрамович не сумеет вам помочь. Да что вы уже Абрамович? При чем тут Абрамович? А при том, что скромнее надо быть. Один Абрамович на всю Россию, а раструбили по всему миру. Он у нас молодец Абрамовича. И никто не хвиширует. Украины до хрена голов забьем. Под Днепру плывет топор из города Чугуева. Вы сначала нам забейте, потом потолку ему. Забьем, забьем, не переживай. Ну что, Бог любит троица. Давай. Бери, я угощаю спокойно. Мы тоже не лапки мси хлебаем. А? А что это за Бетховен у тебя? Это дозатор. По три пика на лицо. Давай. Давай. Волна? Волна. Знаешь, кого я больше всех не люблю? Так я попрошу бездамеков. А при чем тут ты? Мы ж выпили уже. Да. Я вот эту, блин, нашу сборную не люблю. Ну кто так играет? А ну смотри, ну даже Украину обставить не могут. Ты знаешь, я наших тоже не люблю. Ну казалось, что Россия мелочь пузатая. И то обыграть не могут. За что вам деньги платят? Волна? Волна? У тебя немножко длиннее пик. Не важно. А помнишь раньше? А раньше. В ходе сборная была, а? Смотри. Блохин, Биланов, Михаличенко, Заваров, Литовченко, Леня Буряк. Адасаев, Ахидья Туллин, Аюрия Гаврилова, Ахмедия Черепкова, Сережа Шавлок. Всех побеждали, всех. А почему? Потому что были вместе. А не вот это вот. Игруны. Бегают, бегают, как славные мухи. Два балла. Го этих таймов проиграли и жиро-жиро. Сема убей. Знаете что, коллега? Да. Я так понимаю, смотреть все равно нечего? Да. У меня есть предложение продолжить наше мероприятие подальше от этого спортсооружения. Вы знаете, коллега, нет возражений. Помнишь, как раньше пели? Рум-пуру-буру-буру-бум-буру. Нет, это у вас так некрасиво пели, а у нас это так. Пов-пуру-буру-бум-буру-бум-бум-бум-буру-бум-бум-бум-бум-бум-пум-бум. Где же этот вчерашний Китай смахнет? Я говорю, красавцы, красавцы, все как близнецы. Пристроился народ. Не страшно ни в роддоме перепутать, ни соседа уличить. Ха! Вот ты где, иди сюда. Нихао. Что-то вылупился на меня. Я реагирую, я ругаться пришел. Ты мне вчера эти часы с кукушкой продал. А-а-а! Спасибо, до свидания, очень хорошо. Подожди, 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 я не благодарить пришел. По морду бить, если договоримся. А-а-а! Договоримся. Это сто? Это не сто. Это девятьсот семьдесят пять. А-а-а! Хорошая вещь, дорогая. Добро пожаловать за хорошее качество. Стоп, стоп, стоп. Слышишь, ты, Джеки-чан, Ты мне вчера это высокое качество впихнул. Нет-то, не я. А кто? Жена моя. С усами? Красивая. Так, слушай сюда, Финчуй. Я жене на Новый год подарок купил. Я деньги копил. Я три дня не пил. Я за это бабло мог шубу и смелее купить мохнатую. Ей захотелось часы с кукушкой. Купил. А где кукушка? Дома внутри. Почему не вылазишь? Хлеба давала? Давала. Воду давала? Воду. Да я туда стакан самогона были. А-а-а! Тогда пьяная валяется. Что? Кукуйка. Здрасте. Это ваша бы кукуйка пьяная валялась бы. Она же наоборот веселилась бы и орала, как роженица. Зеница хорошо. Хорошо, Зеница. Будут маленькие кукуйки. Слушай, на ком она будет, Зеница? Она вообще думает своей этой спортсменкой. На ком она будет, Зеница? Она там одна. О, а ты покупала у меня еще одну тиси с кукуем. Нет, я, конечно, не против. Вышла счастье моей кукушки. Но хотелось бы на нее посмотреть. Слова говорила? Какие? Кукуйка, кукуйка, мне сколько лет жить? Это ты сейчас спросил? Много, много она кукует. Спасибо, до свидания. Очень хорошо. Закрой палец. Здравствуйте. А, фу, ты в этом смысле. Да мы вчера весь вечер женой ее пытались. У нас уже даже рыбки глупые и начали куковать. Она так и не показала, что хотя бы каркнула, ворона дикой. Ворона, не хорошо. Ворона, кукуйка, не вкусно. Ты покупала риса и кусала. Кукуйка не кусала. Да она не вареная, и не сырая не показалась. Самик, брат, вчера три часа ее с рогаткой встречал. Рогатка, не хорошо. Мусь, зине изменяй, зина рогатка. Так, слышишь ты, в столоме, почему кукушкой не показалась? Стеснялась я. Кого? Славика. Она, тома, голая. Без перьев, что ли? Лысая? Лысая, лысая. Красавица. А чего вы ее обрели? Вы что, ее в монастырь готовили? Шаоли? Скоровая кукуйка. Девушка еще. Хотелось бы на нее хотя бы в селочку посмотреть. Мы уся жизня в селочки смотрим, ася. Ты ж ты. О, кукушка. Кукуйка. Кукушка, ты это, я понимаю, у вас там перенаселение, а у тебя куката отдельная. Ну, кукни хоть раз. Возьми кукки. Ну, не за тебя, прошу, для жены. Разучилась я? Так учи давай. Куканя, куканя. Что куканя, куканя? По-нашему давай. Как по-нашему? Ну, ку-ку-ку-ку. Куканя, куканя. Все, молчи. Почему молчи? У тебя акцент. Ку-ку. Молчи. Пахнет чем-то. А-а-а, стокло. Кто? Ку-куйка. Здрасте, а кто самогон жрал? Рассолу наливала. Вот, это я вижу хорошо, товарищ фельдшумник, нашу традицию. Много-много раз эта ку-куйка русских продавала. Много-много раз ку-куйка возвращала. Каждый раз пяная. Теперь без трех стаканов совсем не ку-кует. Замечательно, очень не хорошо, никто не прокормит. Слушала, покупала у меня другие эти си, очень не хорошо. Да зачем мне без ку-кушки? Высокое качество, одни бьют, другие спрашивают, сколько, сколько? Да нет, я эти же не подарю. Сапьяная ку-куйка? Понимаешь, привыкли бы к ней. Да что ж я в птичке стакан самого, а после трех стаканов хлеб ее со Славиком ку-куем. Ладно, пошел я. Хороший ты человек, душевный, пошел. Иди, иди, очень хорошо. Ку-ку. 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 Дамочка, дамочка, сколько там натикало? Вот? О, вот и я говорю. Зарплату рельсами видают, и тебе часовку пить никакого другого чорта. Я не совсем понимаю, что я пришел из Америки. Что? Америка? Настоящая? Да. Ой! Да, да, Нью-Йорк. Ага, это большой яхтунг, а то, чьё, да, а вы по-нашему шпрехедзи дочек. Я немножко понимаю. Ага, это большой этой был, а то, знаете, так бегаешь с дома на работу, с работы домой, как козел, даже поговорить по-американскому не с кем. Ой, шо я с... Тебя зовут Козел? Нет, я Нюся. А, Нюся. Джулия Смит. О, очень, очень, вот так. Вот. А Козел это наш прораб, который меня послал. Я понимаю, он тебя послал. Если бы он меня гад послал, я бы его так бы послал, что его год бы никто бы не нашел бы. Меня послали за горючим. Вот, так я вот это бегу. Можно вам задать вопрос? Да, пожалуйста. Короче, вы знаете, у меня есть соседка, Хвира Соломоновна. Так вот, её дочка тоже живёт в Америке со своим хахалем. Как она там? С кем живёт? С хахалем. Хахалем? Ой, это интересно, что-то я записать. Я записываю все новые русские интересные слова. Не надо, не пишите. Я вам потом надиктую. У вас в Америке чернилов не хватит. Вы лучше расскажите, ну, как вы там в Америке живёте, мучаетесь? А, Америка, Америка, не пробуем. Америка, я вести здоровый образ жизни. Не все завидуют. Особенно полные женщины. А что это полные? Ну, они ведут нездоровый образ жизни. А, Чудак, у нас их на Тверской как собак не резали. Слушайте, вам надо активно вести среди них работу. О, так наши кобели стараются. Кобели? А? Что есть кобели? Кобели, ну, как тебе объяснить? Ну, кобели, они и в Африке кобели. Это мужчины наши, мы их так нежно называем. О, мужчины, я записываю. Кобели. А у тебя с ними секс? Ну, какой может быть секс при таких ценах и таких харчах? О чем ты говоришь? Харчах, а что есть в харчах? Вот тупая Америка. Ну, харчах, когда образ у мужчины вроде бы здоровый. А питание трехразовое. Понедельник, середа и пятница, понимаешь? Юсеф, здоровье питание это здоровье образ жизни. Так это и коню понятно, ёлки-пад. О, Боже. Слышишь? Да. Жуйка, а я хотел у вас спросить. Да. Вот вы знаете, я слышала, что у американцев вот есть, вот когда муж уже все. Ну, Алис. Все. Так ему делают имш, не имш, имш. Ну, слово такое красивое, американское, ну. А на импичмент? О, прямо садовыми ножницами. Раз, и в корзину, раз, и... Я бы нашим мужикам точно такое делала. Потому что такой мужик пошел-шел. А твой мужик пошел? Да пошел он. Скажи, а твой муж ведет здоровый образ жизни? Он его вообще не ведет. Он его просто носит. Как медаль за прошлые заслуги. Вот, хочешь, я тебе анекдот расскажу про наших мужчин? Значит, у одной дамочки спрашивает. Скажите, а что вам больше нравится, новогодняя ночь или ночь с мужчиной? А она говорит, новогодняя. Почему спрашивает? А она говорит, потому что новогодняя чаще бывает. Вот. Это очень смешно, это я рассказываю, это записать, рассказывать о себе о Америке, очень смешно. Муж не пришел в новогоднюю ночь. Очень смешно. Гриц-гриц по дела называется. Нюся, скажи, а у тебя есть children? Да, что жуйка. У нас за такие слова по сусалам можно получить. А я не совсем правильно сказать, я имею в виду дети. А, дети, цветы жизни. Есть два бутона. Старшенький уже в шестой класс перешел. Большой мальчик. Да, уже 27-й годок пошел. Когда трезвый, мама узнает, да. А в последнее время очень любит собирать гербарий, да. Каждую неделю сушит на балконе коноплюк. Я не снимаю сюда. Вот. Ну, все. Дорогая моя, я уже прибежала. Это у вас там в Америке нет никаких проблем. А у нас, если вовремя не принесут горючих, он... Что такое? Что такое? Что такое? Я что, тебя чем-то обидел? А, да. Я просто... Просто сказать не совсем правду. У меня проблема есть. Ну, рожай уже быстрее. Что там? У меня Америка. Хороший муж. Но он сильно любит дринк. Что? Ну, виски, водка. А, алканавт по-нашему. Понятно. Да. Я недавно узнаю, Мюся. Мой муж... Да. ...имеет... ...герлфренд. Кого... ...имеет? Мой муж... ...имеет... ...баба. И ты ее знаешь? Это мой подруга. Батюшка, у меня тут что-то такой же ситуейсен. У меня жизнь, как у мам, между прочим. Все время моему жарику глазки строит. И так построит. И так, и так. Я долго смотрел. Потом взяла рельсу. Это наша зарплата. И между глаз, как у мам, тулило. Все. Глазки в разные стороны. Ее так и называют. Джинка-рельса. Люся, это хороший рецепт. Я записать. Пиши, я тебе еще на 10 мужчин надеду. Пиши. Вообще, знаешь... ...вся они козлы одинаковые. Что вашей кабеля, что наш. Вот почему такая несправедливость, как с нами? Так у них угадал полные им письма. Я... Почему? Люся, я тебе скажу, нам есть чему поучиться друг у друга. Значит так. Давай я тебя научу, как по нашему женскую тоску прогонять. Можно я тебе буду помогать, чтобы тебе не тосковать? Значит так. Я тебя угощаю. Ну, 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 я оплатить, я оплатить. Не возражаю. Значит так. Успокойся. Люся, вот что я тебе скажу. Да. На хрен нам эти кабели? Уплак, девчонки! Успокойся! Спасибо! 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 Гость из дальнего зарубежья. Дилер. немец дилер это фамилия или диагноз это есть украинский фермер иван я ему сейчас продавать свой новый трактор и готов я теперь готов о давайте же у ваш трактор залезем оминга а а а а а а и и и и педальки вообще не слышно вот эта машина а это что это есть кондиционер кого есть приятный воздух температура воздуха за бортом плюс двадцать пять в кабине плюс 17 а кто это со мной только что разговаривает это мой компьютер а бите нас есть телекамер а где у вас тут бардачок а вас это не вас а бардачок не понимаете тупо германия бардачок оба ласкательно бардачок это кнопка из бардачок охладительный напитка угощайся павло это на сусидский фермер идет павло приходь до меня я тебе баром угощу да не даром а баром халявшик поляравилась шо шо шмаргалка будь спок тут все есть я как раз у вас хотел спросить а какая ж тут шмаргалка а шо шо гуд А дэш дир-дир Поктор, теперь любите Брать эту ручку На себя Гуд Шо, гуд? Боже, испортился Ха! Почему это на наш сарайчик побежал? Заворачивай, заворачивай Не волнуйся, ты там ее свинется Ух ты живеш Тону тебе вновь Шо, гуд? Хучо вы говорите, такой гуд, что Всем гуд там надолго Вы подписать здесь, я подписать здесь И у нас окей, а? Подписим без результатов, вы не волнуйтесь Но Держи дорогой немецкий немец Шо Наш человек Привык видеть столько лампочек только на новый год и то через одну а вот сморгалку каждый день я извиняюсь что что есть шмургалка шмургалка ну как могу объяснить это как ну попросы когда ну-ка ну помирозочка такая наматываешься магнету и какие он мой трактор я даме покатай это есть что это есть стальной конь марки b полностью бералусь шмургалка сделано индиесса заводим так техника на грани фантастики иди сюда смотри магнета или шламоты какие смотри сколько раз тебе говорил хряпалку приварить 25 килограмм человеку на пальчик то мама со своими поросятами то ты с хряпалкой не сильно забомбинила ничего продолжаем обучаться я не смотрите я не спалка и смотрите опа магнета И как... А-а-а! Сразу видно, что машина работает! Налазь усередину! Най-най, дай мне! Не бойся, она не зараза! Налазь! А-а-а! Сразу видно, что мы едем, а не сарайчик! Летят перелетные птицы! Ну как, нравится? Най, не нравится! Мне есть плохо! Эх, камрад! А кому сейчас хорошо? Устанавливаем! Эх, не останавливается! А это, как вы говорите, немцы, нам похит на коху! У нас все продумано! Доезжаем до того бетонного столба! Най! Упираемся по опорам! Най! Истинное! Јдинное! Упираемся по опорам! Най! Спасибо. 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 Да скажешь, что царя уже соби выбрали. Не выбрали, а из-за границы прислали. Вот такой вот царь, между прочим, импортный. Не то что ваш Гутман. Не Гутман, а Гетман. А все равно, Юрий. Что? Наш Гетман еврей? Конечно, Юрий, у них же у всех фамилий на пару. Гутман, Гутман, Шпильман и Робинович. Да, 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 да наш Гутман, Гетман. Бутабо, булавабо, булавабо. Заравариво. Да понимаешь? Всю ж батерию пустили на новые хлади. Так винное зачитание пока шо ходит спортивных и боссы и... Шо царя ведь? А? А это, по-моему, наши русские чудо-богатыри... Чего-то берут приступом. Можете уступить? Ага. А может пиво и ларек? Ничего, ничего. Нам наши шефы из города дадут столько колючие проволоки, ни один кокол не проползет. А как это жители нашего больного города могут быть шефами пословного противника, а? А ты чё, совсем? А это ты поехал. Хочу рабаш город, перейшов на Вильнюю Украину, разом шефами горсоветом и водопроводом. Погоди, как это? Как это? А так это, газеты читай, темнота политическая. Через Киевий договор подписали. А вот и врёшь руководь. Киев скоро наш будет. Ой, в лесах языках скажут. Киев — это матерь городов русских. Шо-шо? А не украинских. Наши жалобу послали в ООН, чтоб вернуть исход на русский город. Так что подыскивайте себе другую столетию, ну вот логей. Я торги за контрольную линию боевого стрельного. Ах, ты ж морда, великая держава. Газавты голубуды. Да ты уносишь своя церква, крепостное право и не от того москаля в Украине. А у нас это царь, помещики, капиталисты, белый дом и статия свободы с протянутой рукой. Понял? Вот почему у нас колбаса? У нас там колбаса. Значит, почему у нас колбаса? Почему у вас колбаса? Ага. Ну а какая колбаса? Ну, например, московская. Московская. А-а-а. Витменили с печальним декретом, как москальскую пропаганду. Стало дурёте? Ага, обычно. Колбаса відменили, а стало не наросло, мать боюка. А что это гримит? А что это гримит? Ну... А то сточешь тут на границе один, как дуля в карбане. А-а-а. 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 Это хорошо. Огородик можно завезти. А-а-а. А у тебя кто? А-а-а. Две дни. А-а-а. А у меня два хлопчики, козаки. Слышь. А с огородиком ты захочешь, с голову не помрёшь, а? А-а-а. Так ты где за твоих перевез? Да нам нельзя, понимаешь? У нас армия професиональная. У нас ездили 100 женатых, а брал пьет палками по животу, а то и ниже. Ну а что? Пока не разведётся. От дурни москальский бокс. От мені хороший каже, заведе собаку. Ну какой ты пограничный без собаки? Ну. Ну. А тут же самому есть и ничего. Так я собі кабанчика заведу. Назвав шальварцем. Затягнула жильника, и следующий барслет прямо заприта, как медё. Слышь? А если придёт на этот раз как его? Ну. Мороджить. Ага. Ведь братья до четвертой твоей собаки и морда вот такая. Мого собаки подакяли все. Морда. Спросить. Ну. Мороджи. А я скажу. Это пане Городжи. И вот так везло с ним на москалив Руссен. Ах ты ж хохнул. Мороджи. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты А кто это так хрупит? Неужели моя нежная Галя? Вот это чувствуются легкие пятого размера Галочка, Галюсенька, выходи О, Галя! Аплодисменты Ага, а я тут мимо гулял, думаю зайду до моей Гали, может мы быстренько поженимся? Как? Галя, торжественно, но без барабанов, все же сплят Сено степное, сено сухое, падаем я и ты Падаем просто в носозначеньем в розовые кусти Этот счастливый праздник падения празднуем восемь раз Только комарики не помешали, не покусали нас Я так не хочу А как ты хочешь? По-другому Галя Галя Ау Я по-всякому могу Павло Я тут недавно Шекспира читала Что-то новенькое написал Ага Ромело и Жулета Погоди, это те, что потопилися в конце? Ну я не думаю, что мне настолько не понравится Слушай, они так красиво разговаривали А я хочу, чтобы у нас было как у него И между прочим, женщина любит ушами Галочка Ау А чем она не любит? Ну ты намекни просто про что там у них, а дальше я в шкварю От слушай Я ваших рук рукой коснулся грубой Чтоб смыть кощунство Я даю обе К угоднице Спаломничают губы И зацелуют святотатство сне Галя, тебе шо, ухи извращенца? Павло, ты обещал Да пожалуйста, шо нам кутерям расплюнуть? Как ты там сказала? Тебя, ага Тебя коснулся я рукою грубой Раз пять, а может быть и шесть Есть у меня лицо и нос и губы И все шо надо для женитьбы есть Так? Почти Да чего то не хватает Галя, опять не хватает Ну ты же имей совесть, Галя Я ж тебе уже почти весь сельмах мартаскал Вот смотри, конхветы три Да Пиво бутылку И сам выпил Не важно А диколон жасмин А дела Галя пока никакого Ну идем прогуляемся до этихонкустов Зачем? Крыжовнику, блин, пожрем Я в кусты мамка не разрешал Если б ты Ромео мог стать Если б ты мог так любить И не Галей, а Жульетой меня называл Если б не жасмин, а Шанель мог дарить Если б не с бутылкой ходил Ваську на дуэлі убил Я б тебя услышала и поняла Бил бы ты и люб мне и мил Лучше я буду одна Мама, прости меня туру Без шекспира не дам Трогаться За Квигур Галя, ну ты уже совсем чокнулася Ну вы, дети, из Джульетта Ну разве то не твоя мамка написала объявление Отдам питомцев наглые руки Ну так это ж тропясика С припиской сука пять лет Это собачий бальзаковский возраст Так, Павло, все Переходим ко второму акту Не понял А в первом, кто вместо меня поучаствовал? Первый был Стебальдом Так, так, так И как это понимать, Галина Митрохванова? Пока я, значит, тут разбрасываю канаховеты на правую левую Обливаю вас с ног до головы одеколоном за тринадцать семьдесят пять Какой то Тибальд уже совершил первый акт? Павло, ну как тебе действительно меня ревнувать? Тибальд это Джульетта братан О, а?! О, ах Так что ты там навекала про А Галочка, ну пролистай страницы Может они давно уже в кукурузе кувыркаются А мы еще в Стубълине читаем Кукурузя, кукурузя Павло, ты обещал Ну ты видишь, что с этой робантикой не получается Галочка, ну смотри Я тебе стихи читал Читал Пест не пел Тел Конхветы дарил Ну Ну, ты видишь, что без Годяры романтики не получается. Мне хватало, чтобы Джулета Ромело поднесла. Ей же 13 лет. Сколько? 13. Гая, это же статья. Могу тебе посадить, не переживай. За меня не садят. За меня уже наградждают. Галя, ну хочешь сейчас Гуляком в крапиву прыгнуть? О, хочу. А давай вместе. Не хочу. Опять не хочешь? Ну тогда, Галя, прощай. Чтобы ты тут была счастливой со своим Шекспиром, А я пойду зарежуся и отравлюся. А для гарантии, что я утоплюся, Галя. Павло, я в крапиву Гуляком не хочу. Я так согласна. Галя, yes! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Боже, кого я вижу? Іван Антонович! Физкульт-інфаркт! Афанасій Захарович! Сволоч! Ты где был в стольку лет? Ну вы уже вообще... Мы с вами только вчера виделись. О-о-о, вижу, вас славно подлечили. Эх! Да, я в порядке! А как ваши драгоценные? А ну как-как, ну... Хлоп-хлоп-хлоп! Кто там? Что такое? Так кто-то звонил! Это у кого-то в башке звонит! Это ж я говорю! Хлоп-хлоп-хлоп! Слыхай опять! Иду! Да подожди, я сам открою! Хлоп-хлоп-хлоп! Что вы уже вообще заразили меня, ёлки-палки! Ох, вы, конечно, извините, но... У вас уже совсем чердак по яйцам! О-о-о-о! Афанасий Захаров! И вы здесь! Добро вам здоровья! Привет! Давно не виделись! Так считай лет пять! Я вот смотрю на вас и думаю, не радовата ли вас из ремонта выпустили? Вот все послухайте, что я вам почитаю. Это я у внучки журнал спионерил. Так вот статья называется «За кулисами женской красоты». Интересно! Конечно! Вы Годску Карловны со второго подъезда знаете? Так, кто ж её не знает? Так у неё были такие длинные ноги, что она ей и школу закончила. Что она ведь? Так интересно! О, сейчас будет ещё интереснее, послухайте. О, Джоанна и Бригитта – подруги. Бригитта – фотомодель, Джоанна – секретарь гамбургской фирмы. О! А ну ж покажите! О, вот! Эту Бригитта такая страшная! Не, это гамбургская фирма! Не перебывайте! Сегодня подруги встретились, чтобы поделиться заботами, поболтать о мужчинах и сделать пилинг. Лёвки, дожилиться! Лёвки, дожилиться! О, сделать! Пилинг! Ну, это вам уже лет сорок как не нужно! Спасибо! Я по женской линии ходок! Бригитта! Куда? На анализы! У вас уже не линия, а один пунктир! Ортонович, вы куда пошустрел? Пойду с Афанасием Захаровичем поздоровкаю! Стоять! Другом! Глаза смотреть пристально! О! Афанасий Захарович! Это вы? Нет! Папа Римский! А где папа? Где-где? В Караганде! А я ж смотрю, что-то знакомое, темнеет на скамейке! Это я вижу, у кого-то в голове уже темнеет! Слушайте дальше! О! Утро Бригитты начинается со стакана водки с лимоновым соком! А с рассолом лучше! Бывало я... Погоди, погоди! Я рассмотрел! Со стакана воды! Это, наверное, с похмелья! Это прогоняш лаки и является прекрасным способом похудеть! Как сейчас помню! На привале вся дивизия гудит! Смех! 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 а по худе а а что там про пиев шпрехали они все не нашли как дойдут вы погромче а то я сегодня плохо слышу что вы говорите не волнуйтесь я вам на пальцах покажу Федор Боникарпович да а вы с вами здоровка и не единожды Федор Боникарпович так что там про пиев да вы меня уже заколебали своим пиевом вы хоть помните как он делается я помню как я не помню зачем так а я ж вам прошу если человек не знает зачем как и когда само собой отпадает как отпадает ну вот как у вас сорок лет тому назад как отпало и не прикажет все приказы должны выполняться без прикословно а ну давайте проберим это приказ так подождите дальше нету ничего все уже все вы афанасий захарович конечно хороший человек но подлец здрасте приехали о здравствуйте вы на выборы не на пилинг так и я с вами у меня и овоська есть красотки 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 капарет вы создан рысь для взлетения распалился кобель старый ел старухи эсэмэску сброшу рады быстро все гигабайты подрывает афанасий захарович а вы адрес этого пигинга помните конечно оттуда конечно улица скрипасовского 4 вторая психиатрическая лечебница так я знаю где это я пойду давай беги полетел ты видишь я спасу может минут пять спокойно прессу почитаю о это должно быть интересно статья называется за кулисами женской красоты интересно конечно о надо спешить все раз на бубу кто видит генерал хотите доложить обнаружено шесть неопознанных трупов так точно огнестрельные товарищ генерал на улице перехвата никаких следов никаких следов нет ни отпечатков пальцем ни окурком ничего нет абсолютно никаких так точно свидетелей да шо вы какие свидетели шо вы гроза ночь гроза ужасная нет все наши спали шо шо конечно так точно так точно вознаграждение объявили нет никак не тот генерал пока никто не объявлялся нет есть докладывать лично есть всего доброго даже взятых свидетелей я я извиняюсь касса уже работает нет какая тасса ну мне получить вознаграждение за убийство какое убийство на улице перехвата работайте погодите вы шо свидетель этой трагедии да я свидетель этой трагедии что произошло на моих глазах как увидел у меня мурашки вот такие волосы вот смотри я верь вы мне рассказывали я как увидел думаю а это же трагедия правильно дорогой вы мой дорогой заждались обо вас проходите садитесь присаживайтесь так 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 чай кофе нет почему с утра только пивко ну это потом это потом хорошо так ну давайте рассказывай еду я сейчас в автобусе в автобусе сейчас в автобусе смотрю сосед газету читает а там значит значит фиолетовым по черному так хорошее вознаграждение я сразу заскочил и к вам это вы молодец это вы молодец итак скажите а где ж вы раньше были я вы а у сирене это мои братаны ну там ж какая история произошла он когда второй раз женился он сирене нет эту выбору взял это ж дорогой товарищ мой дорогой пожалуйста про сиренев не надо не надо давайте мы о преступлении давайте по порядку вы живете на улице перехвата вы да паспорт паспорт так погодите вы ж прописаны на другом конце города что я это не надо давайте мы о преступлении приступим так пожалуйста значит давайте в этот день вы пришли домой и что я вы этот день так мы пришел домой так думаем и что во сколько пришли я вы во сколько шесть шесть не 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 точно шесть так пожалуйста дальше со всеми подробностями в этот день мы пришел домой так значит сейчас открываю дверь так а там такие подробные так значит поляра накрыта на двоих значит запотевший пузырек на та говно во платье ну можно пропустить да о правильно думаю можно и пропустить он пропустил гробов стук смотрю так на та говно во платье вы это уже говорили да нет она переодела так вот смотрю так что такое на платье то просвечивает это не важно не скажите товарищ мой дорогой дорогой мой товарищ значит давайте значит дальше пожалуйста как события дальше развивались только я прошу вас только самое главное самое главное так как ну теле носок теле сериал смотреть так а значит смотри так и самое главное так меня локтем как больно так я говорю ты чего ты чего опять как дать заигрывать ну я понимаю так товарищ пожалуйста мелкие подробности пропускайте мелкие пропускайте пропускайте да 8 легли так дальше мелкие подробности пропускайте мужа у нее нет я понял дальше дальше опять мелкие подробности а ну да ну что слышу в 9 часов так в 9 часов что такое 9 часов звук какой-то нечеловеческий так и от окна от окна елки палки как бахнет как сверкнет так я так понимаю что наступила ночь началась ограда да 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 смотрю что там не может быть не может быть что там ночь я вступил началась гроза но что интересно значит в 11 часов шо в 11 часов как она мне лохнем как даст шо в 12 часов шо в 12 часов слышу вроде как стреляют 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 так так стреляли совсем рядом да прямо над ухом так всем рядом выстрелы так да сколько выстрелов значит сейчас сейчас 12 12 12 шесть 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 выстрелов шесть шесть выстрелов на балкон на балкон шесть 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 трупов шесть шесть то это значит С вознаграждения налог берут. Я с вас не возьму, товарищ дорогой. Еще один очень важный вопрос. Так, скажите мне, пожалуйста. Рядом из живых никого не было. Не было. Были. Не убегал никто. Но живые были. Так что ж во главном-то молчите, дорогой вы мой человек. Судрато купиво. Да, пошли. Сейчас пойдем, сейчас. Так, значит, вы чувствуете кто-то рядом из живых? Да, чувствую, кто-то рядом из живых. Так. С одной стороны, так вот, вот так все, вот, шесть трупов. Так. А с другой кто-то шевелит. То есть подает признаки жизни. Да, кто-то у меня за спиной подает признаки жизни. Так, не спешите. Так, не спешите. Стою, а я не мела страха, не дыхнуть, не выдохнуть. Думаю, где шесть там и седьмой поместится. Короче, стою, не дышу, не шевел. Потом? А? Потом? И потом, не шевелюсь. Кстати, а вот за бездетность налог выстил. Да, с вас не вышли, вы стоите и шевелитесь, и шо? Да, значит, стою лишь и вдруг. Так. Где? Я плечо, рука. Бэм! Я поворачиваю. И. И? Кстати, аналог не вышел. Да не вышел, да ведь вы поворачиваетесь и... Поворачиваетесь и... Стои. С пистулетом. Бес. Бес. Хорошо. Одежду можете выписать? Конечно. Бес. Одежды. Совсем? Нет. Нет. Совсем. И говори. Тебе не холодно. Я говорю. Холодно. Освечно холодно. Она. Идем спать. Кто? Она. Натаха. И Лукнем. Как? Мелкие подробности. Пропускаю. А! Мужа у нее нет. Все? Все. Мелкие подробности. Мелкие подробности. Ну что? Пойдем? За вознаграждением. У нас уже открыто. А потом попивку. А потом попивку. Пойдем. Я тебе сейчас дам. И вознаграждение тебе дам. И помню я тебе дам. Я тебе все дам. Я тебе все дам. Я тебе все дам.